Ни одно решение о повышении цены на проезд в общественном транспорте не выносится единолично. Каждый раз собирается целая комиссия. В нее входят представители транспортных предприятий города и городские власти. В последнее время встречаться они стали чаще. Последний раз стоимость проезда увеличивалась с 1 июня нынешнего года. На 2 рубля с 12 до 14 рублей. И вот новое повышение и снова на 2 рубля. Теперь до 16. Главной причиной такого новогоднего подарка, утверждают транспортники, стало увеличение цен на топливо. Например, дизель, на котором ездят автобусы. С начала года подрос в цене примерно на 20%. Только за 4 месяца литр дизельного прибавил в цене 5 рублей. Примерно такая же картина и с питанием трамваев, электроэнергии. По подсчетам логистов, чтобы окупить затраты транспортников, в проезд нужно устанавливать 20 рублей. Именно эту цену извозчики и просили утвердить. Городские власти остановились на компромиссном варианте. Пришли конкретные цифры по линии РЭКа, оригинальной энергетической комиссии, что рост тарифов для населения на электричество вырастет на 10%, а для муниципальных предприятий на 15%. То есть мы прогнозируем рост стоимости электроэнергии для электротранса на 15%. Поэтому нами принято решение увеличить стоимость проезда с 1 января 2011 года не до 20 рублей, а всего на 2 рубля до 16 рублей. Думаю, мы так проезды 14 рублей достаточно стоят. Все повышают и проездные студенты повысят. Естественно, отрицательно отношусь к этому. Рублей 20 я бы хотела. Ну, думаю, что это нормальная оплата, чтобы для кондукторов было тоже на заработок. Против, конечно. Я вообще против повышения оценок. Будем пешком больше ходить, бегать. Ну а что делать тогда? С плакатой разворачивать идти? Как в Москве было недавно. В соответствии с новой стоимостью проезда подорожают и проездные. Цена на школьные поднимется с 420 до 480 рублей. На студенческие с 560 до 640 рублей. И только льготный проездной останется на прежней отметке в 300 целковых. Что не может не радовать пожилых людей. Ну, у нас в этом месяце вроде не повышаться. Я на пенсии. Пенсионный проездной. 300 рублей, так сказали. Помимо главной причины повышения стоимости проезда, удорожания топлива, решить нужно еще несколько проблем, говорят транспортники. Содержание технопарка и повышение зарплаты работникам. Сейчас она, по словам руководства транспортных предприятий, довольно скромная. С 2006 года в нашем предприятии поднимала заработная плата. Мы хотели в пределах 5% поднять заработную плату. К сравнению, с 1 января стоимость проезда в московском метро тоже подорожает на 2 рубля. И составит 28 рублей. Увеличится цена на билет в общественном транспорте и, например, в Вологде до 16 рублей. В Омске до 12, в Туле до 11. В Астрахани и Белгороде цена останется прежней – 10 и 8 рублей соответственно. Как удается сдерживать цены там, остается загадкой.